Любого врача есть за что посадить. Как часто вы статуи сосны? Биохакинг – это хулиганство. Вы порвали фейсбук своими зелеными труселями. Значит, ты смотришь, как на мясо. Здравствуйте! С вами я, Вадим Борейко, и канал Гиперборей. Для начала небольшое объявление. В среду, 13 ноября в 19.00, в магазине «Меломан» Алма-Ата, Гоголя, Угол, Панфилова состоится презентация канала, а также творческий вечер, посвященный моей круглой дате. Модератором будет Досим Садпаев. По окончании состоится автограф-сессия «Моя и Досима». Сегодня наша гостья – косметолог, биохакер и блогер Асель Баиндарова. Здравствуйте, Асель. Здравствуйте. Асель, я бы сидел и смотрел на вас, и млел, но, к сожалению, нужно задавать вопросы. Поэтому для начала расскажите немножко о себе. Ну, мне 43 года. Я мать прекрасного ребенка, врач-косметолог, биохакер. Три года назад, если не ошибаюсь, вы порвали Фейсбук своими зелеными труселями. О вас даже писала зарубежная пресса. По-моему, в одной части на вас подписалось 1025 подписчиков в Фейсбуке. Вот что же сошлось в тот момент? Какие звезды? Почему они так встали? Знаете, честно говоря, я сама точно сказать не могу, почему так. Потому что, в принципе, достаточно, я считаю, невидная фотография. Абсолютно. Да, в купальнике. Ну, и манифест. Ну, красиво. И манифест, скажем, женщины. В принципе, даже не манифест. Я просто перечислила все проблемы, которые встречаются казахстанской женщиной. Там привела статистику о суицидах, домашнем насилии, разводах. И каким-то образом это все взорвало. Вот если когда-нибудь у нас в Казахстане будет музей Уято, я думаю, ваши труселя займут там самое почетное и видное место. А вот какие бы пять экспонатов вы бы предложили в этот музей? Во-первых, картины Мурата Дельманова. Он, это наш такой художник, который актуально очень реагирует на какие-то такие вещи. Естественно, вот платок, с помощью которого накинул на статую, вот я забыла. Уятмен. Уятмен. И обязательно трагичную историю в поселке Абай. Я считаю, что это тоже результат того самого пресловутого Уята. Ну, и, конечно, все трагичные истории насилия над женщинами. Потому что, как любую историю не возьми, она ужасающе кинематографична. Ощущение такое, что такого не может быть в реальной жизни. Сценично. Ведь даже театр Артишок поставил такой спектакль Уят. Да, и обязательно спектакль Артишока Уят. Отличный спектакль. И вообще это здорово, когда искусство реагирует на текущие события. Вот когда возникла тема Уята, вы стали сметаться все всяческие преграды и ограничения. Не приведет ли это к тому, что люди уже станут понимать, что можно, а что нельзя? Дело в том, что, наверное, первоначальный смысл терминологии Уят был все, что связано с совестью и со стыдом. Но в какой-то момент данный смысл подменился на другие вещи. На страх, гордыню, невозможность перенести критическое суждение окружающих. И поэтому этот страх перед критичным взглядом окружающих и желание быть лучше, чем ты есть на самом деле, заставляет нас умалчивать о каких-то проблемах. А умолчание, отказ принимать эти проблемы, это уже обрывает возможность их решения. И поэтому все вот эти нападки, это были именно не на Уят, а на страх и гордыню. Вот это явление Уят, оно же во многом связано с отношением к женщине в Казахстане. Вы согласны с этим? Ну, у нас на самом деле затрагивает это многие сферы. Не только положение женщины. Я просто собирался плавно перейти к теме феминизма. Вы же феминистка. Ну, в целом, да, да. Я про, получается, те вещи, о которых я пишу, они перекликаются с идеями феминизма. Что вы вкладываете в это понятие? Феминизм? Да. Феминизм равноправие мужчин и женщин. Цель феминизма какова? Увеличение той территории возможностей женщин наравне с мужчинами. Вы выступаете за что? Вы знаете, я специально за что-то я не выступаю. В принципе, получается, я лишь отстаивала свое право говорить о каких-то таких вещах. Я, например, очень сильно удивилась, скажем, я пишу на медицинскую тематику. При этом я столкнулась с агрессией аудитории. Даже не на те темы, которые я поднимала, а только лишь потому, что я женщина, и как я смею женщинам говорить об этом. О чем конкретно? Если, например, вопросы здоровья касаются половой функции, то это тоже как бы у нас считается уят. Против чего, может быть, вы? И я точно не против чего-то. То есть здесь был вопрос исключительно, так как я сама являюсь женщиной, то я, в общем-то, отстаивала свои права. Право говорить. Право говорить свободно. Право рассуждать. Право то, что, скажем, так называемые хейтеры отказывали мне только лишь аргументируя тем, что я женщина. А, кстати говоря, может ли быть феминистом мужчина? Конечно. Для того, чтобы супереживать и понимать другому человеку, не обязательно быть представителем этой группы. В каждом человеке заложено это качество супереживания. Асель, какие есть в обществе стереотипы по отношению к феминисткам? Ну, все считают, что раз феминистка, то, значит, обязательно она должна быть страшная, мужиковато подобная, грубая. И, конечно, она должна ненавидеть мужчин. А вот еще я слышал, говорят, что они неудовлетворенные. Ну, да, само собой разумеющиеся. Если она страшная и ненавидит мужчин. Кто же ее такую удовлетворит? Вот вы и не думаете, что движение феминизма, оно же, как девятый вал сейчас в мире, да, что оно является одним из признаков кризиса института семьи? Нет, я не связываю эти явления. Это, скорее всего, два параллельных явления. Дело в том, что традиционный взгляд на семью еще остался, а условия, которые дает современная жизнь, условия для построения взаимоотношений, они сильно поменялись. То есть у современного человека он живет дольше, у него есть возможность познакомиться намного шире, выбора у него больше. И само качество жизни, оно все равно увеличилось. Естественно, возникает вопрос, почему я должен какие-то вещи терпеть. То есть кризис института семьи больше связан с этими явлениями. А феминизм это отдельно по себе. Это, опять-таки, когда уравновешиваются возможности мужчины и женщины, то это рано или поздно женщины попытаются отстаивать свои права. То есть я бы не стала бы это связывать. Они идут параллельно, но одно из другого не истекает. Я очень сомневаюсь, что они действительно так уж не взаимозависимы. Вот скажем, вам самой, вам нужен муж или спутник для жизни? Постоянный. Любой зрелый человек, он должен быть в состоянии обеспечить самостоятельно себе потребности, служить сам себе опорой. Он не должен нуждаться ни в ком. Но, естественно, он должен осознавать, что любить, быть любимым однозначно лучше, чем быть вне этого всего. Это вот моя позиция. Очень многие женщины декларируют просто, что они спокойно могут обходиться без мужиков. И по вашему, семья, это что, только материальная зависимость от кого-то? Это единственный цемент, который скрепляет? Вот это, кстати, и неправильная ситуация. То есть, например, если говорить «я» и феминизм, Яна, сейчас, если вы заметили, в моих постах я практически прекратила поднимать вопросы взаимоотношений мужчин и женщин. Потому что многие ответы я нашла для себя. И, скажем, я перешла от практической, ой, от теоретической части феминизма к практической. То есть феминизм – это не только заявка о правах. Там, где есть права, там есть и обязанности. Я сейчас перешла к практической части. То есть я стараюсь жить вот этими постулатами. То есть стараюсь стать полностью сильно независимой личностью, которая может сама себя во всем обеспечить. Естественно, если у меня получится стать такой, то, конечно, я ни в чем не буду нуждаться, в том числе и в мужчине, как в качестве опоры. Но потребность именно, вот для чего тогда нужен мужчина? Мужчина нужен для любви. То есть мы друг другу нужны для любви. И семейная жизнь – это такой же сильный ресурс, который должен присутствовать у каждого человека. Маленький мужчина для любви, а большой для баскетбола. Вот феминизм в Казахстан, он прилетел? Это мода, принесенная с Запада? Или это нечто такое органичное для нашей страны, которое вот возросло именно из-за отечественной почвы? Да, вы знаете, мы все идеи, которые сейчас существуют в мире, это все прилетает к нам. Мы живем по западному образцу и черпаем западные идеи. В городах, я бы прощил. Да, знаете, это вопрос времени, это будет везде, в принципе. И это связано с глобализацией, с интернетом. То есть к нам эти идеи и образы приходят не в качестве какого-то политпросвещения. Они к нам льются из фильмов, сериалов, рекламы, видеоклипов. Поэтому Казахстан, он ничем не отличается от других стран мира, скажем. Тем более мы не являемся теми, кто генерит эти тренды, идеи для всего человечества. Мы для этого слишком маленькие. Поэтому мы впитываем. Да, поэтому мы это все впитываем. Вот 28 сентября случилось этапное событие. В Казахстанском феминизме состоялся первый разрешенный митинг с кинотеатром «Царой Арка». Вы там были? Нет. Там собралось не очень много, но не очень мало людей. Наконец-то они манифестировали свои идеи. А вот вы мне скажите, а к чему должен привести или может привести феминизм? Ну, если не во всем мире, то в нашей стране. Ну, мне как раз про нашу страну тяжелее сказать. Чем про мир. Чем про мир. Потому что я, честно говоря... Потому что у нас особый путь. Ну, может быть, особый путь. А может быть, наш путь как раз создан для того, чтобы... Как антипример, как не должно быть. Может быть, в этом наша цель и задача. Ну, в смысле, миссия. А все-таки к чему? Что должно быть? Что должно так кардинально... К балансу. Ну, в конце концов, я считаю, что это все приведет к балансу. А баланс к чему приведет? Ну, что в мире, может быть, станет меньше агрессии. Да, однозначно. Такие страны, как Россия, Штаты, Китай, возглавят женщины, может быть. Ну, вот если говорить о перспективах, то гендерные оттенки во всех взаимоотношениях, они просто уменьшатся. Будет уже не так важно, ты мужчина или женщина. Разница... Унисекс будет. Да, будет унисекс в целом. Важнее будут считываться личностные какие-то вещи. А у вас не пугает такая перспектива? Что нельзя будет разрешить, где мальчик и девочка? Какая разница? Ты мальчик, девочка. Ну, никаких запретов не будет. То есть половая идентификация, она, конечно, останется. Но никто не будет делать акцентов. Асель, как вы думаете, почему феминисткам митинг разрешили, а ЛГБТ нет? Ну, всему свое время. Это хорошо, что уже разрешили феминисткам. Я думаю, что через некоторое время, не знаю, правда, через какое, но разрешат и секс-меньшинство тоже проводить митинги. Вы не думаете, что это будет рискованно для секс-меньшинства? Ну, думаю, что секс-меньшинство прекрасно понимает, что риски. Да, пусть готовится. Следующая тема, дело врачей или, скорее, дела врачей, она настолько необъятная, этих дел так много. Такое количество аспектов, что мы рискуем утонуть в ней, поэтому немножко придется себя ограничивать. Вот вы написали пост, по-моему, 1 октября о том, что вот этот арест можно сравнить с тем, что вот начальника полиции, таким образом, если применить эту же логику, можно наказывать за каждое преступление, совершенное в городе. Развеите немножко эту тему. У нас есть такое понятие, как медицинская услуга, хотя в мировой практике деятельность врача подразумевается под помощью. Медицинская помощь, да? Да, медицинская помощь. И плюс есть такое, у нас криминализировано, ну, то есть за врачебные ошибки могут посадить. В принципе... Такого же термина нет у нас, врачебная ошибка в нашем праве. Есть ненадлежащее исполнение обязанностей своих, да? Да, но вот этой терминологией подразумевается что угодно, начиная от осложнений, побочных эффектов и заканчивая так называемые неправильные. Эксперты, комиссии могут сказать, что оно было оказано неправильно, ну, то есть с ошибками. И из-за этого врачи могут лишать свободы. Это абсолютно в корне неверно, потому что однозначно врач не преступник, и он специально таких вещей не делает. Значит, все на это закрывалось глаза, потому что к этому и не прибегалось, то есть не было такого, что врачи сажали. Но закон, он при этом существовал. И в принципе... То есть он был спящим и сейчас проснулся? Этот закон проснулся, он где-то года два назад. Просто данное дело получилось очень громким. И учитывая вот этот резонанс в обществе, конечно, надо было этим воспользоваться. И так как общественное внимание было привлечено, то я попыталась привлечь общественное внимание к тому, что вообще вот эта позиция наша, она абсолютно неверная. И закон в этом плане нужно менять. Потому что в тот момент, когда врач начинает думать о том, что он сядет в тюрьму, то в нем врач уже умирает. Он начинает слишком сильно бояться и переживать за свою жизнь, за свои интересы, а не за интересы больного. То есть наша сама профессия, она основывается на том, что в момент, кризисный момент для пациента, врач работает на самоотдаче, на чистом альтруизме. Он не думает о своих интересах. Он должен думать о интересах пациента. Самый главный постулат, который нам внушают, он такой на уровне, его забивает на уровне подкорки. Не навреди. И вот этот неправильный закон, он убивает основу этой профессии. Так делать нельзя. А вот я прочитал вчера у вас пост, как вы буквально вытащили с того света человека, высотник вы его называете, который упал с четвертого этажа. И был в темиральной стадии. И потом все-таки удалось его вытащить. А родственники стали вас, значит, пытать буквально, не перелили ли вы ему зараженную СПИДом кровь. Да, у меня есть такой врачебный рассказ. Да. И у нас и такие ситуации были. То есть, например, по каким-то причинам родственники против переливания крови. Это можно. Это часто в основном связано с религией, ну, с определенным типом веры. Ну, тут у нас врач должен выйти, объяснить, разъяснить, провести разъяснительную работу. Потому что юридически завтра, если он не перельет кровь и больной умрет, он будет нести ответственность. То есть, по большому счету, любого врача есть за что посадить по действующему законодательству, который у нас сейчас действует в Казахстане. Вот это была причина, и почему вы ушли из ренематологии? Нет. Я не увидела дальнейших перспектив роста в плане того, что ушла я, наверное, после... Это мой самый, наверное, трагичный случай. Умер мальчик, он российский поданный, десантник, прошел Чечню. И он альпинист, к нам приехал покорять какую-то вершину, то есть с группой. И когда он пошел в ночной клуб, его там прнули ножом, вот. И на этом фоне, ну, в общем, он попал к нам в нашу больницу и в реанимацию. И что-то у него все пошло не так, развился сепсис. В общем, я постаралась, я ему обеспечила лечение такое, какое вот, ну, по идее оно должно быть. Но все равно я его не смогла спасти, он умер. И, скажем, какой-то произошел, наверное, моральный надлом. Я поняла, что нужно уходить. Что так работать я больше не смогу. Брачебные ошибки, будем так их называть, они имеют довольно большой диапазон, да? У вас существует масса протоколов, так называемых. Вплоть до того, как мыть руки и протирать рану сверху в лист или снизу вверх, да? То есть, конечно, врач, он специально не будет что-то неправильно пришьет или там не то отрежет и так далее. Ну, хотя бывают разные случаи. Диапазон огромный. Все-таки кто должен нести ответственность за врачебные инциденты? Сам врач, я даже скажу медик, потому что сестры тоже, на них большая доля ответственности. Либо руководство клиники, либо клиника сама, либо страховая компания. Вот теперь какой опыт есть за рубежом? Ну, за рубежом ответственность, она всегда у врача материальная. Не уголовная? Уголовная, если есть, это оно связано, если доказано, преступная преднамеренность. А во всех случаях других, это в основном материальная. И материальная ответственность делится между врачом, клиникой и страховой компанией. Обычно так. Но говорить о материальной ответственности наших докторов вообще рано. Это нужно сначала что-то сделать зарплатами. Было бы с чего штрафовать? Да, было с чего штрафовать. То есть врач в этом плане абсолютно какой-то выуязвимой позиции и с материальной точки зрения, и с юридической точки зрения. Но нам все однозначно беды в здравоохранении у нас огромные. Но начинать реформы с наказания и смести врачам – это абсолютно неверно. Потому что у нас опять-таки присутствует та же самая проблема, которую мы до этого поднимали в Уяте. Мы боимся признать наши проблемы. В том числе и медицинское сообщество – то же самое. Все боятся признаться вслух, что такая проблема есть. А проблема однозначно есть. Вот, например, вы эту трагичную ситуацию описали. Да, я сама сталкивалась. Два года назад, когда у меня мама попала в клинику, очень низкий уровень знаний. Врачи выступили за декриминализацию их действий, да? Как вы ее видите? Вот шаг за шагом что должно быть сделано? Ну, в первую очередь, это нужно вывести врачебную деятельность из криминальной зоны. После этого, конечно, уже встречать контроль над лицензированностью. С чьей стороны? Со стороны Финпола, который сейчас расследование проводил в медицинской сфере, да? Когда оказались аффилированы и полиция, и прокуратура? Нет, это должно внутри создаваться такие структуры. Внутри чего? Внутри здравоохранения. Структуры контроля. Ну, это будет то же самое, как жалобы на полицию рассматривать самую полицию. Здесь, наверное, нам нужно обратиться к успешному мировому опыту. А что он говорит? Я не специалист, я не проходила именно бизнес-администрирование в здравоохранении, но такие дисциплины есть. И я думаю, что зачем создавать что-то свое, придумывать колесо, когда уже существуют успешные на то системы. У нас зарубежный опыт имеет такое обыкновение превращаться в черт знает во что, да? И причем мы обычно берем то, что выгодно. Нам, да. Не просто нам, да? А то, что выгодно верхам, чиновникам и так далее, а не то, что выгодно и полезным будет людям. Потому что мы опять вернулись к тому же, проблема, которая так называемая у ята. Мы очень боимся оценочного суждения, критичной оценки окружающих, и мы очень хотим выглядеть намного лучше. Это мешает нам признать проблему и мешает идти дальше и развиваться. То есть плана такого нет? То есть сейчас у врачей такое совершенно инстинктивное и твердое желание вот это бремя уголовной именно ответственности от него освободиться, да? Но оно без этого никак. Потому что если будет висеть вот эта угроза, мы будем сталкиваться... Мы останемся без врачей, это понятно. Мы останемся без врачей, мы мало того, вот эти ситуации, вот как вы описывали, где равнодушие, врачу будет проще не подходить и не оказывать помощь. Ну, допустим, в Атерау забыли новорожденного в холодильнике, да, можно было спросить, он погиб, и после этого 30 человек уволилось из этого, из перинатального центра. Вот. Так я понимаю, что мы можем просто без врачей остаться. Не только без квалифицированных, вообще без никаких. Вы знаете, я хочу какой аспект рассмотреть. Вот вы очень активная в социальных сетях, да? Я бы назвал даже гражданским активистом. Это так или нет? Нет, это не так. Я только пишу, я никуда не выхожу, я вообще не считаю себя очень... А вы не считаете, что, разве что, писать постоянно в соцсети, не только на профессиональные темы, а на социальные значимые, это тоже гражданский активизм? Мне это ничего не стоит? Ну, все-таки это время. Вы же за любой кипиш? Нет, не за любой. Кроме голодовки? Или кроме диет? Да. Ну, вот на самом деле гражданская активность, я вообще этими людьми восхищаюсь, кто ходит на митинги, кому-то что-то пытается улучшить жизнь всех людей, и на это ему не жалко своего личного времени, своих личных усилий. Ну, я не такая. Я в этом плане такая достаточно ленивая, мне проще отстояться в стороне. Ну, раз, я думаю, у меня появился голос, то если я считаю действительно хорошее дело, почему бы не помочь? Слово это тоже поступок. Я к чему вот веду. Я, кроме вас, вообще не знаю медиков в Фейсбуке. И медики, они, это одна из самых социально пассивных групп. Может быть, пассивнее только учителя, безответнее, чем медики. Сейчас вот это движение за декриминализацию, оно широко освещается в СМИ, журналистами, и потому что это инфоповод, и из чувства самосохранения, потому что реально можем остаться вообще без врачей, да? Вот, и, ну, журналисты обязаны писать, и по зову сердца, и это их профессия такая, писать об этом. То есть, они фактически, они поддерживают врачей, да? Но я не припомню, чтобы, скажем, врачи выступали за декриминализацию клеветы или социальной розни и прочей всякой розни, или распространение заведомо ложной информации. Это же все уголовные преступления, да? В прошлом году закрывали ротель, заступили сразу, что правозащитники и отдельные СМИ. Ни одного врача я на процессе не видел. В принципе, по большому-то счету, не только медики, это всему обществу по барабану свобода слова. Совершенно. То есть, никто не дает себе труда сделать два хода, насколько человеку самому необходимо. Ему не по барабану становится, когда дело касается лично его. Тогда тут же бегут к журналистам, занят в редакции и так далее. Вот в прошлом году я вот так губу закусил, когда прочитал информацию, что в Словакии после убийства журналиста-расследователя Яна Куцейка были многотысячные демонстрации в Братиславе, в столице, люди вышли. И в стране случился политический кризис. У нас, я припоминаю только митинг в защиту Геннадия Бендицкого, который прошел в середине двухтысячных за Сарой Аркой, когда против него возбудили уголовное дело о клевете. Меня извините за такую долгую прилижу к вопросу, который заключается вот в чем. Много ли медики добьются, если будут поступать только за свои права, это я называю корпоративный эгоизм, и не думать о том, что защита свободы слова – это тоже самосохранение и их. Это часть как бы. Да, да. Ну, по этому поводу, во-первых, никакого нету сплочения среди медиков. Я состою в четырех чатах медицинских и могу… Что я наблюдаю? Там есть истокгольмский синдром. По отношению к кому? По отношению и государству, к обществу. Ну, ладно, наша задача, там, ну, все это перетерется. Потому что на самом деле шум и шумиха возникла из-за вот этого открытого письма, которое супруга написала, вот этого главного врача. А на самом деле эти уже вещи идут, вот я же говорю, в течение уже последних двух лет. У нас и транспортологов, там, какая-то целая охота на видим. Их в какой-то фигне обвинили. И медицинское сообщество, оно не сплоченное. Оно не борется за свои права. Побороться за свои права достаточно просто и легко на самом деле. Ну вот. И было бы только лишь желание. Терять врачам нечего. Но, несмотря даже на все эти ситуации, вы слышите только вот, ну, вот глаз отдельных людей, скажем. Я сама уже не являюсь представителем врачей большой медицины. То есть я ушла в коммерческую службу, косметологию. Врачи – это часть нашего общества. Какое наше общество? Оно незрелое, оно очень инфантильное. То есть... То есть... Объясняете незрелостью? Незрелостью. Исключительно незрелостью. То есть нежелание взять на себя ответственность. То есть вот, во-первых, это признать проблему, это страх. Что проблема есть. Для того, чтобы вообще ее начать решать, нам нужно же осознать, что проблема есть. После того, когда мы осознаем, что проблема есть, нужно взять на себя ответственность и решать. То есть не ждать, что кто-то решит, что придет герой появится, что у нас придет, наконец-то, чиновники что-то там осмыслят. Люди ждут исключительно Бэтменов. Да, люди ждут, опять-таки, они ждут каких-то спасителей, которые извне придут. Но они сами не будут. И вот пока вот этой ответственности не будет. То есть мы в этом плане очень незрелые. Врачи-то то же самое. И поэтому, да, вот коснулась непосредственно. Это на интересы, в том числе. Я понимаю, что данная ситуация, это прецедент, который может завтра отразиться и на моей частной практике. Конечно, я защищаю, это шкурный интерес. Но таких, как и я, действительно мало, которые бы выступали. А вот министр взрывоохранения Елжан Бертанов, по вашему мнению, он может быть таким Бэтменом? Очень такой сложный момент. Потому что к Бертанову, я его лично не знаю, я испытываю все равно большие симпатии. Ну, у нас есть какие-то общие знакомые. Ну и в целом мы где-то... Из чего? Мы из какой-то одной культурной группы. Вот. Я его понимаю во многих вещах, и он мне очень симпатичен. Культурный код. Да, у нас культурный код общий. Но в то же время я, та критика, которая идет в его адрес, она не безосновательна. Вы имеете в виду обращение врачей? Нет, у меня есть сокурсник Каиргали Канеев, он активист на Фейсбуке. Он пишет, и он поднимает. И он не просто критикует, он предлагает решение. И вот сейчас, вот он, например, освещает процесс, вот когда государственную детскую поликлинику просто приватизировали. И вот этот момент. И вы знаете, складывается действительно впечатление, что Бертанов где-то прогнулся под систему. Но опять-таки, кто я такая, чтобы его критиковать? В чем? Вот в приватизации государственной клиники? Нет, а вообще все те, которые происходят в течение реформы, они как будто бы идут в целом против здравоохранения. Но опять-таки, я к Бертанову лично испытываю большие симпатии. И критиковать его я не имею никакого права, потому что я не нахожусь на его месте. Потому что если бы я работала бы сама в структуре здравоохранения, принимала бы вот эти все удары вот этой системы на себя, то да, я бы, конечно, активно выступала. А так нет, я не могу. Все-таки я хочу немножко спросить вас о работе в реаниматологии. Долго вы там трудились? Так, где-то около трех лет в качестве простого врача в отделении реанимации центральной. И потом три с небольшим года на кафедре КАЗНМУ нашего мединститута общей хирургии с курсом реанимации. Ну, то есть я также оставалась при своем отделении. Как часто вы сталкивались со смертью? В практике у реаниматолога это каждый день случается. Каждый день? Да. А к этому можно привыкнуть? Знаете, происходит как бы диссоциация, ты немножечко... Диссоциация? Да, ты как будто бы не в этой ситуации, ты на человека смотришь как на мясо. Однозначно это помогает в плане того, что ты эмоционально притупляешь. Но привыкнуть до конца, нет, такого не может быть. Потому что каждый раз, когда вот эти моменты случаются, и каждый раз, когда ты проводишь реанимационные мероприятия, несмотря на то, что ты уже так, у тебя все отработано, но выброс гормонов стресса просто колоссально огромный зашкаливает. Вы писали, что давление повышается до 160? Ну, я как-то было однократно, померила. У меня не давление, у меня тахикардия. То есть пульс подскочил. А пульс 160 был? Да, да. То есть все время субъективно там изменяется время. Время растягивается, тебе кажется, что ты все делаешь долго, что ты все делаешь слишком преступно долго, что ты теряешь драгоценное время, ты теряешь больного. Вот эти моменты они происходят. Ну, врач, тем более, релематолог, он не должен умирать с каждым больным, да? Нет, это ты не умираешь. Но все время есть ощущение, что ты не успеваешь. Хотя, там, глянул на часы, то есть контрольно, раз заинтубировал, тебе кажется, вот все, больной поймал гибоксию. Смотришь, 15 секунд. А вот вы сказали, случай с десантником. Это вот вы тогда зацепились, да, лично? Поэтому надлом произошел? Да, он у меня, получается, в моей палате. Где-то мы его тянули около двух месяцев. Там была неудачная операция, первая, потом ему понадобилась вторая операция, после второй операции возник, развился сепсис. Ну, так как организм был молодой, он долго боролся. В общем, за нахождение, за вот эти полтора месяца, тем более, там и сама личность была очень стойкая. То есть он, мальчик, внушал уважение и симпатию. Асель, мне очень нравятся ваши рассказы о ренематологии. Я думаю, в принципе, уже можно книжку набрать между жизнью и смертью. Но вот все-таки маты меня режут. Читаешь, допустим, мату Мусину, ну, там как-то это естественно, органично, но может потому, что она миллениал. А у вас меня все-таки коровит и несколько стяжает ваш образ. Ну, так ли уж это необходимо? Ну, может быть, в этом и нет большой необходимости, но я писала так, как оно было. Знаете, в экстренной службе мы не разговариваем на чистом литературном языке. Там, где нужно экономить время, чаще всего нам помогают высокоэнергетичные, емкие выражения. А вот сейчас вы на работе также общаетесь? С клиентами тоже? Нет, нет, нет. Естественно, что с пациентами мы применяем нормальную литературную речь. А вот в индустрии красоты коллеги между собой как общаются? Ну, полегче, конечно, чем... Полегче? Подоходчивее, да? Ну, имеется в виду, что мы, конечно, меньше используем ненормативную лексику. Но в целом, если близкие люди, в плане шуток, медики любят, конечно, крепкую речь. Слово биохакинг я узнал от вас. Ну, вкратце расскажите, что это такое, с чем его едят? На русскоязычное пространство термин биохакинг у нас ввел Серж Фаге. Это топ-менеджер в каких-то там программных делах, программист. Он написал статью, как я биохакнул себя за 200 тысяч долларов. И эта статья разорвала, просто взорвала русскоязычное пространство, потому что он четко написал рекомендации, инструкции, дозировки препаратов, многих препаратов. И, конечно, врачи были возмущены тем, что на здоровый фон достаточно назначаются серьезные виды терапии, серьезные виды препаратов. Но с этого момента все узнали этот термин. То есть биохакинг – это попытка контроля организма, попытка удержания гомеостаза, то есть постоянства внутренней среды, характерно на более молодой уровень. Почему попытки? Потому что мы, по большому счету, до сих пор не знаем, что такое старение. Мы, вот если представим картину, которая состоит из тысячи паззлов, мы открыли, может быть, паззла 4-5. Поэтому, по большому счету, биохакинг – это хулиганство. Мы пытаемся предвосхитить и предупредить какие-то события, но в неепознанной сфере. То есть это не может быть… Ну, это нельзя назвать обман природы. Это игры с ней. Это игры. Это игры. Это игры. Это хулиганство. Это хулиганство. Это однозначно хулиганство. Но в любом хулиганстве, в любой дерзости, научной дерзости, всегда скрывается большой потенциал. И именно вот то, к чему мы пришли, и все те, которые есть технологии, это благодаря дерзости. А природа не наказывается за такое хулиганство? Не так-то все легко и на самом деле взломать. Каждый раз, когда мы что-то думаем, вот, возможно, в этом есть панацея, оказывается, все не так просто. Вот. То есть наше большинство попытки – это попытки как маленьких детей там что-то сделать. Асель, вы работаете в антивозрастной клинике. Сами являетесь лучшей рекламы. В этом луке вашем соотношение препаратов, медицины, косметологии, вот всего, так сказать, искусственного и… Натурального. И вот правильное питание, здоровый образ жизни, спорта. Вот каково соотношение, чего больше? Ну, где-то, я думаю, процентов 80 – это, конечно, образ жизни. То есть это питание, спорт, работа над ментальным балансом – это, наверное, 80%. Дальше косметологии, то есть инъекционные процедуры, вот, приходится, ну, то есть большая достаточно доля, плюс из этих 20%. В общем-то, все основные вот эти добавки – это не основное, на самом деле. Вот, ну, помогать, поддерживать достаточно хорошо. Хорошо, тогда завершая нашу программу, давайте повторим, суммируем 5, 7, 10, сколько хотите, секретов. Если не вечной молодости, то долгой молодости, вот, в порядке приоритетов. Назовите, пожалуйста. Ну, на первое место я бы поставила ментальный баланс, ментальное здоровье. Это стремление стать той зрелой личностью, которая не ищет опор, а которая сама может стать опорой для других. И ее это не парит, наоборот, ее это радует. Именно такая личность, вот, то есть вот это, когда человек добивается этого состояния, он наполняется любовью, с которой он может делиться с каждым. В общем-то… Самодостаточная душевная, материальная, моральная, во всех смыслах, да? Да. На втором месте я поставила бы, наверное, умеренность во всем. То есть все есть яд и все есть лекарства. Умеренность питания, обязательно должна быть определенная дозировка спорта, определенная дозировка сна. Это, как бы, наверное, основное после ментального состояния. Вот, любовь и умеренность во всем. Теперь конкурс. Напишите ваши способы борьбы за долголетие, за здоровье. И тот комментарий, который мне понравится больше всего, тому я предложу свою консультацию. Консультация будет расширена не только по косметологии. Я вообще по биохакингу группы не веду, но дам рекомендации, какие нужно сдать анализы, что, о чем они покажут, и дам рекомендации для долголетия и для здоровья. Спасибо вам огромное за беседу, Василь. Вам большое спасибо, что вы были у нас в гостях. До свидания. До свидания. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что нужно подписываться на канал, жать на колокольчик, ставить лайки, дизлайки, я не обижусь. Пишите комменты и делитесь с друзьями. До следующего четверга. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok